Добрый вечер Ну что, друзья, всем привет, тепло, май, прошли наконец-то Длинные выходные, и многие уже забыли, что такое работать Поэтому неделя прошла неожиданно тяжело Да, но мы готовы полностью к концовке чемпионата России Да, известен чемпион, это объяви, Зенит Команда Сергея Симаканова Зенит? Нет, я уже накричался, ну хватит Хорошо Слушай, ну ладно меня троллят в соцсетях, но вы-то друзья мои, коллеги Поэтому мы это делаем лично Зачем? Из уважения к тебе А вам это зачем? Не пишем тебе А вы говорите Кто тебя знает, может ты генератор случайных букв там зарегистрировался Коллега генератор, ты где? Я был-то все неделю Зачем вы это делаете? А потому что, зачем он для этого идти в соцсети, если можно встретиться с тобой? Так же удобнее Спартак, ты мне не васькань Спартак Что Спартак? Вряд ли отпустит второе место Да А вот за еврокубки, Константин, будет борьба Да Да А там ведь какая плотность А там руби Выше чем Подожди, у меня фраза А там Плотность Выше чем у просроченных бубликов И ЦСКА Пока ты вдумываешься в эту фразу Я тоже не очень понимаю Я на автобате произвелся ЦСКА может впервые не попасть в еврокубки Да И тем обиднее Как говорит нам сценарий Ведь еврокубков со следующего сезона становится больше А у ЦСКА А шансов у ЦСКА меньше Представляешь какой чудовищный год для Нобеля Ты куда лепишь-то не по тех Подожди Пивник вообще непонятно где А Ювентус может остаться без Лиги чемпионов ЦСКА без еврокубков Нормально Нобель станет ключевым комментатором Пандемия Пандемия слишком ударовая сильно потереть Как она? Третий чемпионат Лига конфедерации Как она называется? Конференция Давай к Настям Давай Итак УЕФА обновит логотип Лиги чемпионов Перед новым сезоном Я бы сразу показал нашим зрителям Вот старый, вот новый Пожалуйста Рома, ты конечно не следишь Они каждый год, каждый три года меняют Просто они Каждый год ключи меняют Это же не большие изменения Но они бывают Да Помнишь раньше какая была заставка Лиги чемпионов в детстве Мне кажется изменение в том, что здесь написано Old А здесь new Это похоже на смену юрлица Шриф Чтобы на лодовой спрятаться Вот и все Вот потому как изменилась эмблема Логотип Лиги чемпионов Сразу видно, что поработала студия Артемия Лебедева Лаконично Сколько это стоило? Лаконично Качественно Можно я в следующем году поменяю Обращайтесь Ну они Лигу увеличили Увеличили Лиг Да После того как Суперлига не прокатила Они решили увеличить слово Лига А какие Буковка R теперь наверху А это внизу Какие из наших клубов это интересует? Зенит Он категорически против Суперлиги Андрей Семенович Выступил Это ты сейчас мнение всего коллектива высказываешь? Да Советы директоров Ты голос Зенита? Голос Юао Вы же бездуховно не смотрите такие фильмы Что за комедия? Человек из Подольска Я вам сколько раз говорил Посмотрите Голос Юао Из Подольска? Голос Юао Ну ладно Понятно Что Милан обыграл Ювентус в гостях В сериале впервые за 10 лет Хреново все это, Ром Я прям смотрел и горевал И прям по делу обыграл Да блять Не то что по делу Ювентус превращается в какую-то Катастрофу Превратился Не превращается А превратился Подожди Но дно еще не нащупано Еще есть Еще есть 14 строчек ниже В турнире Честно Для меня это катастрофа Как ты оценишь работу Пирва? В смысле хреново Я оценю как Один отвратительный Три Не удовлетворительно Не надо его снимать Надо снимать? Ну вообще Я помню как ты пел здесь Дайте шанс Пирла Вот Свой Кость я петь не могу Я видел и слышал Я говорил Я верил Я как болельщик и верил Ну Ошибся Бывает Бывает Ну а что об этом думают Недвид и Аньели Я думаю что их тоже не могут быть сочтены А скажи если бы у Недвида был фрибет Что бы он сделал? Да Что бы он сделал в такой ситуации Павел? Ну или Аньели Поставил на то что год назад они снимут Сари и назначат Пирлу Во-первых Павел Должен был бы зарегистрироваться на Винлайн Это легко Очень удобно кстати Да Очень удобно Моментально Бац-бац и все И фрибек получаешь Тысячу получаешь Ставишь на Ювентус В матче против Сусуола или Интера С кем еще Лучше на Милан в матче с Ювентусом А потом Удваиваясь ставишь на Милан А скажи вот если Павел это сделает Ему надо бы возвращать Вот эти деньги Костя знает Это вопрос Это Константин По-моему насколько я слышал и помню когда я регистрировался Возвращать не надо Как говорят у нас в северной столице Так что Павел Слушай, как же ты легко переобулся Да Раньше у меня была южная столица Конечно Ну и то Потому что погода поменялась Лето Депло Он ведь когда был на матче ТВ Каждый матч в Петербурге Улыбался с Геннадьем Сергеевичем А я люблю Геннадьем Сергеевичем И сейчас Нет В Петербурге Я ему сейчас буду улыбаться В Бразильце Не только в Петербурге И в Химках было Ну хорошо Ну что увлеклись А еще у нас был финал в Ростове Когда Зенит обыграл Сибирь 1-0 Победный Ты же тоже был Широков забил с пенальти Я комментирую Костя Куда же без этого Костя Костя Точно Если Зенит будет менять логотип Там будет улыбающийся Костя На фоне стрелки, да? Не думал в Питер переехать? Не думал в Питер переехать? Слушай, вы же меня отправляли в Краснодар Если вдруг что Я бы в Краснодар переехал Там солнце Тепло Если вдруг что Это если в Питере не получится Это запасной аэродром Так ладно, ребят Пока мы выясняем где будет жить Костя Он остается по-прежнему в легендарном Пушкино Или Пушкине Пушкино 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 Нет, мне кажется в Пушкине Потому что там был пример Если машина едет в Пушкино То есть если сказать в Пушкино Типа машина едет в Пушкино А если находится То в Пушкине Пушкине Да Ребят Конечно мы Обратили внимание Что мы не разыгрываем в последнее время И кубики исчезли И кубики исчезли А почему Купон X5 Они все равно проматывают Они не знают что здесь происходит Не знаю, мы сейчас пытались Это бездуховники Проматывают А те Те у кого есть Дух Душа Они с нами Шпиллеры Шпиллеры нас смотрят В общем X5 мы не используем Почему? Потому что X50 Вот X50 Чтобы купить X60 Вот Вот Не называя марку Костя Знаешь Купишь X60 На X50 На X50 Ты себе просто автопарк возьмешь Ну десятку могу Потому что там Разыгрывается 50 миллионов рублей Ты себе квартиру в Москве хорошую купишь Если уж не получилось выиграть миллион Почему мне выиграть 50 Да Подробности Старт компании Мы чуть позже вам сообщим Обязательно следить за этим Потому что мы как раз и являемся Рупором игры X50 А значит розыгрыши 50 миллионов А значит всем будет счастье Добрый вечер Ребят у нас сегодня очень важный гость Потому что он часто появляется в эфире Но вот знаешь в отличие от многих Не приедается Да А почему? А потому что во-первых у него всегда есть что сказать На разные темы На разные Нет Вот как раз это приедается Он как раз очень четко выбирает тему У него есть четкая позиция И она достаточно оригинальна Знаешь что? Мне кажется он так много дал интервью И во многих проектах уже поучаствовал Что многие ответы на самые банальные вопросы уже даны Я думаю что сегодня с ним будет очень интересно поговорить О том чем он занимается сейчас Вообще о том как он видит А мне нет Ты знаешь Мне знаешь что интересно Тренерскую Я в восторге от сборной его родины Да Честно Я просто кайфую Ну мне тоже нравится Я считаю что это вообще возможно Главное открытие евро предстоящего И чем она сильнее российской Чем она сильнее российской Там ведь реально звезды Они играют в финалах лиги чемпионов парней с этой сборной Они тащат команду в лигу чемпионов Смотри Интрига Понятно что мы выйдем У нас на плашке будет написано Кто у нас в гостях сегодня Да Вот Но надо сказать Кто у нас приходит в эфир И ты говоришь Его сборная Это Украина Калиниченко Это Украина Это Максим Калиниченко Да Сегодня у нас в гостях Я думаю что это должно быть прикольно Но тебе сборная Украины очень интересная или нет? Очень Очень Я комментировал их Не один матч В Лиге наций И в отборе И я видел как они играли против Испании Это шикарно было Вот и давай узнаем почему И какой тренер Шева И вообще Предположить играешь А вот эту историю Когда его Титова И Моцарта Отправили в дубль Оставим для сычок подкаста Договорились Хорошо Сегодня друзья Разумеется У нас классный гость У нас все гости классные Да Этот гость Класснее остальных Этот класснее Потому что у него светлая голова Потому что он классный Самая светлая голова Российского чемпионата Да Это человек который Очень хорошо И качественно разбирается в футболе Хорошо Или качественно И хорошо И качественно Но так же хорошо и качественно Он исполнял стандарты Я фанател как он бил Я даже пытался повторить Как Ну расскажи А где ты пытался повторить У него был такой прямой разбег Я помню когда он вышел в матч против Терека После тяжелой травмы в Лужниках Спартак вел 2-0 И это было его первое касание в матче Очень красиво Выбежал И ему сразу дали пробить штрафной Он под прямым разбежался Перекинул Забил 3-0 Понеслась Плюс в нальчике Я помню он забил прекрасный гол А еще по-моему забил несколько мячей То есть минимум 2 гола он забил Минимум 2 гола которые он забил Я помню А если покопаться То можно вспомнить и еще Давай покопаемся вместе с ним Давай покопаемся вместе с ним У нас сегодня светлая голова Второй круг Человек который здорово реализовывал штрафные Помню тогда Знаете в те истерики При 2-0 Остается первое касание Макс заходи Максим Кольниченко А куда заходить то К нам Заходи в X50 Заходи как тогда в матче с Тереком Первое касание Сделай нам результат Кого то бить надо тогда Макс Но ведь был же такой гол Удивительно что ты только 2 помнишь Потому что в принципе ты всегда помнишь все Особенно про Зенит Я кстати не помню кто у Зенита Я единственный голл Зенита хорошо помню Я так чисто по тролли Потому что тебя все с Зенитом начали тролить Ну да Когда забил Юрий Желудков В 1984 году Ты комментировал? Наверняка Геннадий Сергеевич Я просто помню что он 2 одинаковых забил Через стенку в Лужниках Еще такие ворота были Квадратные То есть у вас любой Такие ворота были? Ну нет Помнишь в Лужниках раньше были такие ворота Не из сетки Которая натянута была С дужкой Да Вот почему-то я это запомнил Мне было там 5 лет Ну Макс Давай рассказывай Мы долго тебя ждали 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 Рассказывай Будешь что-нибудь пить? Да Рано еще А запивать После шесты Не, ну чай Не, водички Чай Воды Хорошо, Максим Давай так Уезжает Доминик Тедеско Все попрощался Было красиво Вот эту скорость И И И ушел с победой Для тебя какие-то ощущения? Ушел очередной тренер Спартака Куда он ушел? Еще не ушел Еще в тереку Не, ну все Все Вот ты скажи Твоя оценка деятельности Тедеско За два года Ты доволен им? Ну Да Не уверенно сказал? Довольно Ну потому что не уверенно Слушай, ну давайте начнем с чемпионата Чемпионат стал такой Немножко скатился Если бы такой Спартак был Несколько лет назад Он наверняка бы не попал бы ни в Еврокубки Никуда Несколько лет назад Я не знаю сколько это лет назад Потому что Чемпионат медленно Уверенно Стагнирует Можно так сказать Поэтому То что делает Тедеско С этими футболистами С этой глубиной состава Мне нравится Он какую-то систему Выстроил Она то работает То не работает Но тем не менее Систематичность его работе была Есть И осталось до последнего Сдоха Сдоха А вот Его провожали Ярко, красиво Федун речь произнес Тебя не удивило Что провожает тренера Который ничего не выиграл с Спартаком А такие проводы устраивает Слушай, ну Мне давно ничего не удивляет В футболе В Спартаке тем более Но сам Федун сказал Что мы наконец-то Достойно проводили тренера Как Как должно быть Ну Это все зависит все-таки Наверное от личных отношений Тренера С Может быть потому что Это первый тренер Который сам ушел из Спартака А его не уволили Мне еще дают Не надо Отступные Свиняю Мы помним Как тебя Станислав Саламович Красиво провожал из Спартака Ну я не тренер Там до меня еще Стоких напровожали Не только Станислав Саламович Подожди А что там было Давай вспомним Вы проиграли ЦСКА По-моему 1-5 Страшно Ну ты же все знаешь Подожди Вы проиграли ЦСКА И вас отправили в дубль Тебя Моцарта И Титова За что А как это было Прямо сразу после матча На следующий день На следующий день Приехали на базу Как обычно Тренировка По-моему На восстановительную тренировку Ну нас восстановили В правах В дубле Сказали Спасибо Ребята Ну объяснили Вы были лидерами Ничего не объяснил Он ничего не объяснил Сказал Тройка переводится в дубль Ну это было Там 15 12 Сколько Там лет назад Ну в общем Больше 10 лет назад Ты можешь себе представить Что сейчас Можно игрока Из основной команды Вот так зачехлить Скажите Слушай чувак Давай в дубль У тебя Несмотря на то Что ты там Ведущий игрок Или там Я не знаю Хорошо выглядел В последнее время Но вот Я считаю Что ты должен Повариться в дубль Да ничего В этом Сверх естественного Нету Ну ты сейчас сам тренер Ты можешь так сделать? Ну просто это сам По себе прием рабочий Или уже нет? Ну он оказался не рабочим По факту То есть я могу сказать Конкретно в этой ситуации Он не рабочий То есть до этого После этого Наверное будет До этого такое было То есть все мы прекрасно помним Слова Олега Ивановича Про отработанный материал И т.д. и т.п. То есть такое было Это Тем более в Спартаке Это все гипертрофировано И все под микроскопом рассматривается А так Масса людей уходит Приходит каждый Божий год И это нормально Ну здесь Постой в том Чтобы футболист задумался Правильно О своем отношении к делу То есть обычно же это Для того чтобы он потом вернулся В основной состав А не для того чтобы потом От него избавиться Ну как бы по факту да Наверное Но в этот конкретный случай Нас Именно Убрал Именно потому что Вот он отрезал По живому Ну вот это я Удивительно Правда Мосса отвернулся А мы отрезались Мы хотели надевать эту повязку Потому что капитанскую надел Ты считай под отчисление Почему Ну вот так вот С тебя спрос Больше Это трои цельского футбола Ну я не знаю Так смеялись А Надел капитанскую Ну ты думаешь Евсеев просто так что ли С Ласьковым Из Локомотива ушли Анатолий Федорович По этой причине Сначала капитанскую Да Он практически всегда Вот так сразу отрезал Чтобы главный авторитет Был именно он Скажи пожалуйста У нас сейчас есть Главный авторитет в российском футболе Это футбольный клуб «Зенит» Три года подряд Команда становится чемпионом Ты видишь Что может «Зениту» помешать Четвертый раз это сделать Нет Столитие «Спартака» не может? Нет Ну потому что система выстроена «Зенит» выстроил свою систему Опять же стагнирующий чемпионат Суетливые там трансферы тех клубов Которые должны претендовать У «Зенита» все стабильно У «Зенита» два плюс состава Они ротируют Они могут докупать себе людей Я вообще не понимаю Такой вопрос Как с этим С фэйрплеем У них все как бы хорошо Я понимаю Там продажа «Паредеса» Продажа там еще какого-то Просто в любой момент Люди могут взять любого Иностранца Русского Сейчас я Костя объясню Почему Я экономист В прошлый раз Я же не юрист Зенит Нет У них от лиги чемпионов Они получают деньги В каждом турнире есть такой В каждом чемпионате есть такой клуб Мы вот вспоминали Бавария Парис Энжермен Условная Сити Да у нас такой «Зенит» Но везде есть борьба Ну Ювентус был в Италии Да Почему у нас не может быть? Кому это вопрос? Тебе Да я знаю почему у нас Ну не может Три года подряд ты спросил Ну Не помню кто спросил Может быть Кто-то В четвертый год помешать? Нет Не может Почему? Потому что Хорошо Что нужно Спартаку Чтобы в этом году Уже быть претендентом На чемпионство Убийца «Зенита» Год столетия Новый тренер Ну Вот новый тренер Как раз И Может быть и минус На мой взгляд Если бы остался Тодеско Хотя бы он понимал Прекрасно понимает Возможности Всей Всей команды Ну Конечно нужны трансферы Качественные То есть Когда пришел Квинси Вот он только пришел Когда у него настроение хорошее было Это видно было качество Сейчас он немножко сварился Я не знаю что с ним происходит Опять же Какая-то адаптация Или Реадаптация Переадаптация Или реадаптация Или дегенерация Я не знаю Но он плохо выглядит на самом деле В последних играх Но Поначалу это было видно Что это игрок другого уровня Прямо уровня другого И несколько там 3-4 человека Качественных Они конечно могут Могут Поднять Спартак До уровня Зенита По крайней мере попробовать что-то там Можно быть От тренера Конечно от тренера тоже зависит Но я не знаю Руя Взяли уже Говорят что Практически там Решено Да А ты вообще его знал Такого тренера Честно Нет Ну Слышал Где-то там Но я не знал А тебя устраивает как легенда Спартака Что В такой ответственный момент В истории Спартака Костя напомню Столетие клуба скоро Берут Руя Викторио Ну а кого надо взять скажи мне Карпина Карпина Дедзерби Дедзерби супер Ну вот смотри Кафельников как раз на эту тему высказался Спартаку нужен Гвардиола А не Бердыев Ну либо клуб Ну супер Сколько ему 30 миллиардов надо дать Нормально Ну хорошо Ну надо быть реалистами Но Руя который Ну видимо тоже есть какая-то логика Потому что Ну в таком постсоветском пространстве Да там шахтер задает определенный тон Там португальские тренеры Которые Молодые правда Которые по большому счету Да у них вообще экспансия по всей Руи португальцы Ты понимаешь что вообще происходит с ним Ну слушай Ну есть вся Европа А есть Россия и Украина Да ну шахтер тренд Я понимаю Они просто же Понимаешь португальцы У них реально экспансия Что с меня уже с ним Левается экспрессис Которые ты говоришь про португальню Про экспансию Португальцы реально Они же везде сейчас Тренеры и футболисты Понимаешь помощников Аналитиков там Врачи Они по всей Европе сейчас И то что Спартак выбрал Витторио Это следование тренду Конечно Ага А немецкие тренеры не тренд что ли? Костя Оно дороже Они уже дороже Они уже были Потом португальцы Готовы на все бросаться Там прям Хоп И забрал Сейчас тренд На немецких тренеров Вот тебе Шварц Вот тебе Нагельсман Вот тебе Тухель Вот тебе Тедеско Ну все Тедеско поработал Ну как то нет Ну вот так то нет Ну как на Шварца есть А на хорошего немецкого тренера не найти что ли? А Шварц плохой Нет Я имею ввиду что на такого же можно У тебя ВТБ есть счет? Нет Был Потом перевели в Газпром банк Нет А вы думаете что здесь именно важна национальность? Мне кажется что Спартак кому-то обращается Правильно? Ну кого посоветую Ну вот Валеру если бы взяли Ну да Мне просто не кажется что Федун так смотрит и говорит О! Хочу чтобы Руи Витория был нашим тренером Приложили там в деятельности Если бы на год столетия Валерий Карпин Да Пошел бы Валерий Я думаю он бы пошел бы Реакция моя Ну сдержанно оптимистичная была бы Потому что он тоже много чего знает И много чего умеет И штаб у него не португальский Но там испанцев Мешок И поэтому Опять же есть такое Коллаборация можно сказать В тренерском штабе Которая Позволяет Ну немножко выйти Из шаблона Там российского тренера Или не российского тренера Там такой сплав Который они друг друга знают Очень давно Тем более он плавает В чемпионате России Очень давно Ну Я бы по крайней мере против Не был бы на самом деле Тем более он знает Как в России выигрывать И выигрывать Что он выигрывал? Второй мест занимал? Нет Второй мест Нет Скажи пожалуйста Макс Когда ты увидел Что Зарему Салиху Ввели в совете директоров? Для тебя Смешилось чудо Ну серьезно Давай Ты смотришь Ну вот что это такое? Это зачем? Я не знаю Ну Зарема была Негласна В совете директоров уже давным-давно Про нее все знали Про нее Только ленивый Не шутил Поначалу Потом Начали понимать Что это Все-таки игрок Серьезный Внутри клуба Ну ввели Ввели Я честно говоря не очень Хорошо Разбираюсь В этих всех перипетиях Клубного устройства Спартака Слава Богу Потому что голову сломал бы Наверное И Совсем не понимаю Уровень понимания Заремы футбола Честно Как руководитель Не знаю чем она руководит Кем она руководит То есть я В этом вопросе пустой Честно Но то что я про нее слышал И все про нее слышали И то что она имеет Вес Внутри Спартаковского Клубного руководства Это Это факт Сейчас она официально В совете директоров Это тоже факт Будет отвечать за вознаграждение Это хорошо или плохо? А я не знаю А как можно сказать Хорошо или плохо? Ну ты говоришь о том Что ты знаешь футбольную составляющую Ты знаешь людей Которые занимаются футболом В бизнесе Они входят в совете директоров Ты понимаешь примерно Что происходит Сейчас ты говоришь о том Что ты не знаешь функционал Заремы Что она может делать С точки зрения экономики Бизнеса и футбола А он должен это знать? Теоретически Вот в клубе должны об этом знать? Ну болельщики должны об этом знать или нет? Вот у меня вопрос Слушай, если болельщики будут знать Обо всем что творится вообще в футболе В большом футболе Внутри клуба То болельщик просто перестанет ходить на футбол Честно Это заявление Что там? Адок? Ну потому что там Ну как везде в любом бизнесе В большом В шоу-бизнесе В там скажем там В нефтяном В газовом В любом бизнесе Везде адок И если болельщик ходит именно на футбол То он ходит на футбол Если болельщик хочет разбираться во всех перипетиях Да и не только российского вообще большого футбола То у меня для него плохие новости Там ничего хорошего нету И логики тоже там в принципе С точки зрения здорового болельщика футбола там тоже нет А почему тогда все хотят знать? Как Яралаш? Хотим все знать? Что вот вы начали с социальных сетей Как социальная сеть это такая Ну в социальной сети любой может стать великим там инсайдером или великим прогнозистом Это такая Ты Нобеля троллишь? Опять же стать с ником из набора букв Да там с рандомом Опять же вы говорили И вот этот чувак знает там что-то про устройство клуба Объясни тогда как функционирует футбол в той вертикали в которой ты сейчас задействован Ты тренер футбольного клуба Рига? Нет, уже Уже? Все? Так что на этом вопрос снимается А когда ты успел тебя Ну я же здесь у вас сижу А не в Риге Не в Риге Думаю меня не пускают Может какой-то мини-вотпуск Да? Вчера и играли А что случилось? И тут Черчесов Что? Слушайте ну Давайте не будем наверное про Ригу Потому что я так и не стал там по большому счету тренером Потому что документы которые готовились три с половиной месяца Подготовились ровно в тот момент когда я принял решение оттуда уехать То есть я не был ни на лавке Ну ни я не только я в то время не был и главный тренер Ну то есть там проблема с документами Проблема с Евросоюзом скажем так Ну как нам говорили что Европа очень сильно проверяет документы Так сильно проверяет что прямо три с половиной месяца не могли нас посадить на лавку Чтобы руководили команды И Локтионов тоже Локтионов да Сейчас он на лавке сейчас все хорошо Но эта история скажем так идет дальше без меня Подожди так это твое решение было уйти или тебе сказали Максим мы в твоих услугах не нуждаемся? Ну я решил все таки это было на мой взгляд это было неизбежно скажем так Некоторые вещи которые там происходили меня не устраивали раз В перспективе я видел то что мне в любом случае скажут спасибо мы в твоих условиях не нуждаемся И дабы сэкономить свои как бы нервы свои волосы свое там все Порадовать в конце концов свою семью которую я не видел практически там три с половиной месяца Это слишком все было для меня тяжело много чего было непонятно много чего Что я хотел бы поменять но не мог по многим причинам потому что там устоявшиеся такие вещи которые Принято там менять только тренеров все остальное там не меняется Ну то есть вот это вертикали о которой мы говорим Это сильный человек Нет просто там вертикали очень интересные кто не знает там футбольный клуб Родина базирующийся в Москве Далее идет футбольный клуб Рига который два сколько два или три года подает чемпион Не вертикали как это называется экосистема Экосистема Три года подряд становятся чемпионом и даже были близки к выходу в группу Лиги Европы А про пафос И пафос Пафос на Кипре который борется там в серединке А управляет всем этим? Управляет всем этим господин Ломакин Да А кто это? Которого так активно зазывали зайти в российский футбол в качестве инвестора подмосковных химок Вот если бы союз Ломакина с химками произошел ты бы работал в химках? Раз уж у тебя уже была договоренность там и Родиной и с Ригой Ну договоренность как договоренность В Родине то я работал Ну и в Риге по факту немножко поработал Но можно сказать Получилось что нелегально поработал Потому что документы так не Ну работали бы мы в химках Слушайте ну разговоры действительно велись очень много Но конкретно по тренерскому штабу или кто может там если вдруг что Ну конечно это все было не в нашей компетенции Мы так же само читали деловые новости С нами никто точно не советовался и не отчитывался потом как идут переговоры тех или иных людей с Сергеем Ломакином То есть да это все наверное было в каком то в определенном На определенном этапе переговоров Ну моя судьба была Как бы я так ну за столом посидеть поговорить об этом и все Как у нас Я не знаю правда или нет я слышал что тренеры клубов экосистемы они перед матчем и после матча отправляют презентацию руководителю Да это все было Что за презентация как это вообще происходит Ну план на игру что мы хотим перед этой игрой как мы будем выстраивать игру как на что мы будем делать упор то есть расстановка стандарты Вот как эта штука да вот так прям все написано Ну в электронном виде Я так понимаю что это В ключе к игре там Ну тезисы как мы хотим играть Это было и в родине и в Риге Ну в родине я не помню в последнее время может по моему А кто это составляет Тренер набивает текст Вряд ли сам главный тренер набивает Ну потом взяли парня которые более скажем так попадает по клавишу лучше И сидели там тренер сидит ему наговаривают тезисы В принципе там по большому счету это работа только ну как первая там несколько раз это Это трудоемко потом скелет есть просто подставляешь там Подожди это отписка или это что-то серьезное Потому что насколько я знаю в Челси такая система устроена и главный тренер высылает руководству Челси План на игру Нет это не отписка это действительно план на игру А было хоть раз чтобы этот план скорректировал руководство? Ну я не знаю вряд ли Это достаточно новый опыт был для меня Ну я ничего плохого в этом как минимум не вижу То есть ну хорошо отправлять Главному возможно где-то ну по мне можно было не отправлять То есть отчет после игры это хорошо там Может быть там что получилось что не получилось Если там главный требует отчет Особенно если не выиграли Это понятно Можно накатать отчет там То получилось то не получилось Вот так вот у нас Поэтому все так произошло И будем менять то 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 и то Для того чтобы А так планы составлять Но сейчас футбол такой что сейчас да сейчас Это все дело с работа с данными работа с компьютером А не пропала романтика футбола? Она давно уже пропала Ну вот раньше футбол Сейчас это бизнес такой Ну не то что бизнес Раньше Раньше Собрались до игры После игры Команды посидели Побухали Потом поехали Вышли на мужика Или там не знаю Ветровку надел чтобы Сбросить им вес Сейчас Ну да Не ну там Знаешь Ну плохо бывает Знаешь Выйдешь На тренировку выходишь Ветровку надел чтобы вес сбросить Сейчас такого нет Сейчас пошел Тебе какие то вкололи Или еще что то Да дело не в этом Дело в том что ты Ну как вышел не вышел Вот смотри Завтра тренировка У меня написано Нарисована тренировка Я знаю что у меня придет 20 человек А ты раз там Выйду или не выйду с утра Да не наверное не выйду У меня 19 человек У меня тренировка сломалась Потому что там расписаны все эти Надо кого то срочно выдергивать Либо из дубля Либо тренера какого то Раздевать Виктор Савельевич Это Вот это романтика В этом романтике Ну и потому что Сейчас действительно Все это Упорядочение Оцифровывание Всего и вся Это конечно Другое Все другое В наше время Такого близко не было Я даже не уверен Насколько Многие тренеры Расписывали там Тренировочный процесс Конкретно именно На неделю Ну я честно Я не уверен Я не знаю Завтра вот так Ну Как пойдет То есть Ну у меня тренер был Ну Альтман В Таврии Он был Еще В сборной Помощник Вот у него было У него по-моему На год все было Он открывал Но год от года Не отличался Ты знаешь Вряд ли он Существенно отличался Он открывал этот компьютер И у него реально То есть у него хорошая Классная программа была Ему там написали Его там Научная группа И он Кликабельно Он нажимал там условно Тыкал там Пятое там Сентября Раз У него открывается файл Что у него там запланировано Какая работа Какого Какой направленности Какая нагрузка И т.д. и т.п. Вплоть до Упражнений И у него это было Годовой Годовой План тренировок Сумасшествия И он был единственный У кого это существовало Нет То что я знаю Нет Из твоих тренеров То есть у тебя был Олег Иванович По крайней мере Он единственный Кто показывал это То есть он Он перед тренировкой А Блахин как Тогда в такой ситуации А у него был Йосич Альтман А у него в трёхком штабе С той же То есть Блахин Просто как мотиватор был Получается Сборник Ну по большому счету Естественно они все вместе Собирались И естественно Блахин Задавал Темы тренировок Скорее всего Направленность И т.д. и т.п. Ну конечно он Он был мотиватором А тренировки проводили Помощники Он только Руководил В целом Ну как бы Это нормальная История А он вообще В общении с футболистами Какой был? Потому что некоторые Про него говорят Что он прям какой-то Очень высокомерный человек Ну Олег Владимирович Да Ну легенды советского футбола Любит себя Это нормально И Ну как высокомер Ну послушайте Опять же Сейчас Точно все другое Вот сейчас Тренер может Прийти Поговорить С кем угодно Да там На что На любую тему Там о семье Там Как ты вчера там Условно говоря Посидели вы вчера там Или не посидели Да Как посидели Раньше К тренеру Ну это не принято было Подходить И чем-то спрашивать То есть ты пересекался с ним Ну с Олегом Ивановичем Когда Олег Иванович спускался Там по лестнице С третьего этажа Ну все Снизу уже слышали Что он разговаривает Все Снизу Уже все Никого Там как дела Чтобы у меня спросил Тренер как дела Тренер спросил как дела У тебя И думаешь Ёлки-палки Чего спросил Может что-то знает Может В городе-то видно Да И все Не понимаешь А сейчас это Все другие Сейчас ребят Лишний раз Не напихаешь Потому что обидятся Ну вот смотри Ты сам сказал В одном из интервью Волшебников Вроде Ароналди не перестали делать Они не востребованы Футбол катится К роботизированным вещам Остаюсь При своем мнении Играют в футбол Роботы Сейчас Качественные роботы Которые готовят В качественных академиях А вот Мбаппе Это робот Или это все-таки Талант Творчество Волшебник Захарян Вот Мбаппе Все-таки робот Но Который Слушай, ну он Реально одарен Физически Человекообразный робот В 17 лет он Черепашкообразный Он В 17 лет Он Начал Он Просто Ну это машина Он умеет все То есть Он Технически оснащен Он Физически оснащен Ну Конечно талант Талантище Который выделяется Среди всех остальных Достаточно Таких Средних Качественных Футболистов У него есть Своя фишка У него есть скорость У него есть Понимание Захарян Я бы Пока бы Поостерегся Что-то говорить про него Но парень Мне нравится очень У него Голова Очень хорошая Но тем не менее Сказать что это Не робот Роналдини Что это не робот Я бы не сказал Роботы Это не в том понимании В плохом Что они там закрепощены Я вкладываю в это В это слово Это то что Люди запрограммированы И умеют делать Практически все То есть их поставь Правым защитником Он сыграет правого защитника Не подожди Вот ты же И он владеет Навыками Тактическими Физическими И какими то еще там Не Вот Макс смотри Ты был тренером Футбольного клуба Родина Это ПФЛ Москва В Москву Где собираются Ну гораздо проще Игроков собрать Чем в любой другой Регион Плюс у вас Хорошее финансовое Обеспечение было Вот там тоже получается Роботы Из которых из молодых ребят Уже ничего не слепить Или Вот как говорят Там тренер Убей в себе игрока Или ты сравнивал Например по себе Что этот может сделать Простую вещь А этот не может Потому что сравниваешь В любом случае По себе И это Это проблема Конечно В некотором смысле Но я бы Здесь все-таки Наши школы Оставил бы За скобками Потому что Я имею в виду Про это интервью Имел в виду Все-таки Общеевропейский Мировой футбол Потому что Наши школы Я опять же Поясню Вот в Москве Ты сейчас сказал Про Москву И про Родину У Родины концепция В принципе была И остается Мы не берем Футболистов Мы Они уже Не берут Футболистов за деньги Не берут На большие деньги То есть И соответственно Родина И начинала с того Что Собрала людей Из тех Кто был никому не нужен То есть Но собрала людей Там были школы Спартака Школа ЦСКА Школа Локомотива То есть Школы Это выпускники школ Почему я говорю сейчас Что я оставляю за скобками Школу Российские И школы там Остальные европейцы То есть выпускники школ Этих больших наших клубов Элементарных вещей не понимают Не знают Элементарных вещей Тактических Элементарных технический элемент Делают Но делают Неправильно То есть Биомеханика То есть Биомеханика Удара Все это Это просто катастрофа Макс А как их тогда выпускать? Что делают академии? Вот Меня всегда этот вопрос Мучил Это последние там Полтора года Когда я работал Когда я сталкивался с теми людьми Которые к нам приходят Они хорошие ребята Они хотят Но у них На уровне На уровне Там На первом уровне Когда нужно Ставить координацию Учить технике Это был провал Скорее всего И Как Ну как Играют Сейчас Вы же сами знаете Играют Те кто больше Кто крупнее Конечно Вот Вышел вот такой вот пацан Он умеет играть Он Он красавец Он может один в один обыграть Он Там Резкий Технично Но не быстрый Потому что Выйдет трехметровый парень Он его на два шага обыграет Догонит Оттолкнет Отберет мяч Ударит в центре поля Там вот такой вратарь стоит Забил гол Все Молодец Твое поколение Ваше образование Вот это школьное Оно было на качественно Более высоком уровне Конечно Первое что Первое Это координация Ребят Не забывайте Это самое главное Где мы проводили Все это время Мы лазили по деревьям По заборам По стройкам Не говоря то что Все остальное время Но это не школа Ты просто про сам образ жизни И образ жизни Все остальное время Мы играли в футбол во дворе Все остальное время То что нам давали тренеры Технику Индивидуальную Тактику Как надо Где что Как поставить Все остальное время Мы гоняли мяч Гоняли мяч во дворе Лазили по заборам Опять же По деревьям Кувыркались Там какие-то игры подвижные Сейчас этого нету Сейчас элементарно Мы играли в баскетбол В волейбол В пионербол Во все То есть это все Развитие Твоих двигательных Рефлексов А двигательные Они же Рефлексы идут с головы Это все элементарно И все все знают У нас везде На всех В детстве Везде не хватает Движения Сейчас Сейчас мир изменился Сейчас компьютеризированы Но даже Вот в школе У меня малая Одиннадцать лет У них два урока физкультуры Один урок физкультуры Они двигаются Второй урок физкультуры Они У них теория То есть они Кино или мультики Смотрят про спор Мы Японский бок Ну вы что Или что мы делали Это совершенно другой мир Вот прям совсем другой мир Летом Плавали Речка Пошел Поплавал В воде поиграл в этот мяч Велосипеды Ну Все что было У вас Я уверен Все это было То есть вот И так Сборная Украина дошла До четвертого финала Чемпионата мира Приблизительно На велосипедах Кстати По сборной Украине Сейчас команда Мне кажется Примерно Такого же потенциала Как и ваша Нет? Ну мне кажется Она выше гораздо По потенциалу В смысле Во-первых Сейчас нет такой звезды Как Шевченко Нет Реброва А зато Есть Малиновский Хорошо есть Зинченко Семь или восемь левшей В команде Это значит о том Что вот она Половина там какая-то Это творческая Сейчас в Украине Сборная А то есть левша это Малиновский Зинченко Давай Миколенко Матвиенко Матвиенко Зинченко Малиновский Степаненко Ермоленко Марлос Ярослав Ну как Нет он был Еще бы один О чем это говорит Что Левоногие Это говорит о том Что Это творчество Это творческие люди Левши Это те Которые При всех Равных Качественной Левша Он будет Гораздо Интереснее Правши Сейчас Примбил Криштиан Роналду Хотя А ты Правша Правша Амбидекстр 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 Правый А А ты мог предположить Тогда В шестом году Что Шевченко Будет Таким тренером Нет Честно Шевченко Сделал гениальную вещь Он собрал великолепный тренерский штаб Тасотти там Тасотти Малдера Шавковский Шавковский Кстати Тоже он взял Это очень хорошее приобретение Ну В общем Не знаю всех Но Очень сильный тренерский штаб Который ему Его Молодость Тренерскую компенсирует То есть его мысли Они одевают В ту обертку Которая нужна Три самые сильные Стороны Сборной Украины Просто я Честно говоря Детали не знаю Сборной Украины Интересно Самые главные качества Но Это все-таки материал Отличные футболисты Это тренерский штаб И И Ну И одно из другого Вытекает Третье Это качественное Донесение Тактических Нюансов Тем Футболистам Которые могут Это Воплотить А эти три компонента Ты видишь В сборной России Сборная России Ну Скажу так Сборная России Не так близка Мне Ну Я не буду врать Я смотрю на нее Ну Как на Многие другие Сборная Просто Здесь Я здесь живу И больше Я про сборную России Сказать, что она мне нравится Нет Не скажу, что мне нравится А вот смотри Вопрос Учитывая, что мир-то изменился везде Все стало компьютеризировано Менталитет-то у нас похожий И условия в принципе похожи Почему У Украины сейчас много творческих ярких футболистов А у России нет? Ну Ну Во-первых На мой взгляд Я уже об этом говорил Война, которая случилась В четырнадцатом году В Украине Развязала Руки Талантливым Молодым Ребятам Которые поехали Которые не попали В эту золотую клетку Или вырвались из золотых клеток Шахтера Динамо На тот момент Это был Металлист Днепр Это был Металлург Донецк Которые платили хорошие деньги Которые Ну там На самом деле Пол чемпионата Были Команды Которые были Способны платить Большие деньги И удерживать Множество Талантливых футболистов В обойме Деньги ушли Большие деньги ушли Практически Полностью ушли Из Украины И футболисты просто поняли Что чем сидеть За там Конкретно Условно За десятку евро Сидеть В Карпатах Ну в условных Карпатах Или там Более там В Мариуполе Либо за пятерку Уехать В чемпионат Бельгии В Венгрии Польши Куда Они подумали Посидели Посидели Подумали И поехали И они попали в конкурентную среду И Та сборная Которая играла Даже с Испанией Выиграла у Испании Если вы вспомните Там была Катастрофическая Ситуация с коронавирусом И Вызвали тоже Людей Которые Которых не вызывали Никогда И Они приехали Тоже там Из маленьких команд И Европы В том числе И молодежь Восемнадцатилетняя Девятнадцатилетняя В обороне Вышла в центре обороны Они обыграли испанцев Да Отстоялись Да Грамотно Обороны Но не обыграли Украина стала чемпионом мира Так На всякий случай Для двадцатилетних ребят Украина стала чемпионом мира Не Европы И сейчас потенциал гигантский у сборной Украины Но Гигантский В том числе И когда академии заработали В новом формате В Динамо У Шахтера У Днепра У Металлиста И вот эти вот И даже по Ну Сами ребята там рассказывали Да Тот же Малиновский Говорил что Когда пришли Я не помню кто тут Голландцы по-моему Шахтер пришли Что поменяли в школе В академии все Это все воспринималось конечно Старыми там Штыки Но Вот тот вот Как раз Вот тот Отрезок Отрезок там 4 может 5 лет Может меньше Ну скорее всего 4-5 лет Которые были Сытые Когда Там были Иностранные специалисты Запустили Панно Перезапустили академию Вот они сейчас дают В сборной Украины Такой Такую россыпь этих Футболистов Которые Кто Кто сейчас самый сильный игрок В сборной Украины Твое мнение Один Самый сильный Ну лучший Топовый Топовый Номер один Шевченко 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 Это тренер Нет футболист Но я хочу услышать фамилию Ну Малиновский Зинченко Давай одного пожалуйста Лицо сборной Лицо сборной естественно это Зинченко Потому что он в более статусной команде играет Потому что он пона выигрывал Кучу Кучу трофеев Для меня все таки ближе Малиновский Это Как бы человек который себя сделал Сам Хотя Зинченко тоже Себя сделал У него тоже Тоже такая непростая История Мог бы Сгинуть Где-то тут Сашнякин Да Малиновский как раз тот человек Который не побоялся Один из первых Который не побоялся уехать Я просто хочу Нобили Где статистику посмотреть Может Малиновского или Зинченко Знаешь На sports.ru Ты знаешь я вот по поводу кальчо Италии и Малиновского Аталант смотрю на sports.ru Галы Он забивает каждый матч 8 игр подряд Голевая либо гол И все у нас в sports.ru И там в статистике Sports.ru там все Так не только в статистике все это есть А что это Еще есть сумасшедший Раздел Трибуна Там куча блогов Про Малиновского Про футбол Так еще и сами футболисты ведут Да 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 именно Поэтому Кайф Трибуну Вообще я люблю Трибуну Там про Украинство Очень много написано Макс У тебя пока нет там трибуны Мог уехать на Украину тренировать? Не ну регулярно есть Такие Ну Варианты Поехать Ну Опять же Я Удерживался от этих соблазнов Долго Пока не поехал в Ригу Но все таки Рига Это как мне казалось что это близко Это Возможность Определенного там Роста И Ну он На самом деле он Произошел Я Многому научился За эти За эти месяцы Как оформлять документы? Ну Я слава богу не сам Слава богу Хотя Вероятно если бы сам бы занялся Наверное быстрее бы это все Ну Нет Ну без Без ерничества действительно Это такой Неплохой Неплохой у меня Как Переосмысление Многих вещей Произошло Но это все таки казался Тут еще пандемия Вот она Много карт путает Не вовремя пошла Согласен Никуда не уехать Не приехать Не выехать Ну вообще идеальный для тебя вариант развития Ты хочешь быть тренером Я не знаю Помощником Экспертом Ты не разочаровался в тренерстве? Это комфортно? На око пора переходить Какие планы? Предлагай Нет Ну вот ты в тренерстве не разочаровался? Конкретно в тренерстве? Да Нет Это не разочарование Это определенное опять понимание Что Много Множество Множество Нюансов Которые могут тебя Не только разочаровать Ну и вообще Убрать Не только из профессии Но даже И жизни От футбола И жизни Это слишком Перебор То есть На каком-то этапе Футбол начинает Ну Не то что снится Он начинает Оторжение какое-то давать Потому что И нету переключения Если Конкретно по моей ситуации Переключения ни на что То есть ты живешь Постоянно только в футболе Не переключаешься Ни на семью Ни на какой-то выход Даже Пообедать Поужинать Ты никуда не можешь пойти Потому что Все закрыто И в какой-то момент Я сварился В какой-то момент Все Все По капельке Сошлось В одно Понимание Единственного Правильного Решения На тот момент Я его Не побоялся Высказал То есть Я человек который Не будет мучить Ни себя Ни других И опять же В дальнейшем Такие Опыт Был Поездок из дома Это В Житомир Я поехал Помогать Саше Презетка Тоже Очень интересный опыт Но тоже Не хочется Про него Вспоминать А Вчера К Экосистеме Правда Что Даже Родина Свои сборы Проводила в Дубае Да Это было прикольно не В Дубае Это было позитивно Команда ПФЛ которая проводит сборы Это смешно Но есть один момент Вот тоже Казалось бы Сбор в Дубае супер классно все хорошо но я не говорю про роль ну давайте поговорим про ригу но 50 дней сбор длится 50 дней то есть все сбор в одном три штуки в одном ну сколько не на марсе это в дубае 50 в дубай но 50 дней но в дубай не на какие задачи смотря какие задачи у тебя в дубае на сборах весь мир закрыт там все открыто кабаки и бары время у тебя есть на кабаке на баре получается что ваш тренерский штаб не мог повлиять на то что вы сказали давайте не 50 дней не здесь нет то есть вам просто сказали мы едем в дубай на 50 дней готовьте футболистов как хотите а то есть рига с родиной получается вместе как бы да приехали у них своя программа чуть попозже даже не чуть попозже недели наверное три скажи мне о реакции футболистов пфл когда когда они знали что едут в дубае они попозже они привыкли они привыкли вот они привыкли они привыкли ко всему они те новенькие которые приходили приходят приходили все как бы удивляются но есть нет хотя пандемия сейчас она очень сильно внесла коррективы и уже не сильно никто не удивляется но я сомневаюсь что там высококвалифицированный футболист обрадовался бы если бы его закрыли на сборной 50 дней то есть сказал чувак 50 дней не должны были там выходные выходные конечно ну кайф же ну кому кайф футболистом кайф тренер работает выходные и даже на котиков не отвлекается представляешь а почему котики здесь скажите вы а у нас рубрика да да называется она макс кота спартак кота спартак ты же любишь котов ну да у меня суперкот как зовут лаврентий ты его раскачал белый голубой но это дочка назвала старшая наоборот какая мейн кун а прикольно так вот сейчас нужно найти твоего кота ты же помнишь прекрасно всех своих партнеров по и мы решили и мы решили две твои страсти спартак и котиков совместить прекрасный выбор да и прямо сейчас мы тебе будем показывать котов а под их личинами будет скрываться футболиста спартака угадай кто это даже я угадаю быстров это котяра да вы что угадываете тоже интересно первый раз вижу кость но это не твоя ты ты не легенда спартака прости секундочку я воспитывал их спартака был дольше чем макс это две большие разницы это дедура пускай макс ответит да подожди это темненький вот здесь кости можно пускать это моцарт мощные ноги какие-то не для эмоций пониже роста и по форме смотри макс какой это вот против футбольного клуба москва против цска против москвы спорим наконец видеть я был близок где дуре да в каком году кто это макс мейн кун коуч 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 а это кто ну вот это дедура титов а это дзюба но это уехал как торминский в сша и открыл бы там свою школу нет такого желания периодически полетел как гагарин в космос вот это что это грустные глаза смотри но умные вот это вот это на моцарта похож кстати я почувствовал а ты чувствуешь дедпл да по павлю ты знаешь кто это забил в петербурге это в петербурге забил нет не самет самет был нападающий еще как пьянович 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 но это тит и я наверное опять тит и кто-то это москва или рига да спартак или днепр блин все-таки спартак но днепр близок любимое блюдо латышской кухни я его там не попробовал не успел три лучших футболиста спартака в двадцать первом веке титов видич алекс наверно алекс крутое хорошо постричься на лысо постричься на лысо или покрасить волосы в черный цвет в черный был почти на лысо был поэтому равно но пускай будет сейчас еще не буду шокировать если бы ты не стал футболистом таким бы был геологом почему в детстве в садике написал кем ты хочешь быть на выпускной слово понравилось написал геологом как вы гуляли на выпускной в детском саду не помню даже и после этого ты написал геологом а какая у тебя самая обидная кличка была в жизни которую давали окружающих окружающие обидно это обидных не было малый малой был постоянно маленький был и всегда калина был у калина в спартаке только осталось а в сборной калина а калина бар в москве не твой калина бар ты не ходил калина бар кстати кстати ходил давно скидку давали ее уже нет все макс ты не говорил что это я геолог ты чувствовал калина бар или нет ты знаешь я даже не помню а он на этом на арбате один раз там в жизни был честно говоря не почувствовал тдска или романцев романцев конечно я тдска не знаю романцева знаю и он мне не тдска он по большому счету дал мне такую пендаль футбол есть еще хороший вопрос заветная мечта как тренера футбольного клуба рига момент наступает потому что прямо сейчас ваша любимая и наша любимая рубрика лига плохих футбольных шуток и сегодня максим сыграет с романом почему криштиану роналду в боулинге никак не может выбить страйк одна кегля все время уворачивается какую машину подарили максиму калиниченко на день рождения калину красную ну так конечно плоскенько ладно кто в этом году станет чемпионом испании как всегда надаль что видят игроки фк рига когда рассматривают свои трудовые они видят будни смотрят в книгу видят ригу что будет если иван сергеев из крыльев советов перейдет в барселону забьет больше чем фитьков как долго спартак будет праздновать попадание в лигу чемпионов до первого квалификационного раунда я не стал это озвучивать просто не хочу чтобы меня хирососили пускай тебя ладно как называется серия фк сочи когда у них победы чередуются с поражением шашечки футбольная чурчхела почему криштиану хотел перейти в команду максима калиниченко думал что это супер рига что общего у неймара и альбатрос высоко летают чтобы прокормить семью приходится нырять что произошло с пассажей в чемпионате франции он его слили этот вопрос конечно уникальный по своему по всему почему никиту мазепина не берут зенит там уже есть свой круговой почему калиниченко первый раз пришел в бухгалтерию фокорига за зарплатой в костюме рыцаря хороший ответ думал что будет получать деньги в латах когда ибрагимович отметить 42 день рождения через два года в втором году от рождества ибрагимовича почему в сша подали в суд на прическу калиниченко идите вы не знаю как на это отвечать ни одного черного волоса что общего александра соболева и ливандовский как обычно ничего оба хотят жить и играть как ливандовский что сказал олич когда узнал что заболотный переходит летом в цска старый конь борозды а бля это тот что ли когда это закончится здесь кусочек расизма все на черном а здесь на белом как твоя прическа почему когда нобеля рустамян приходит на рынок там всегда все спокойно говорю кусочек расизма все все свои что он следит за базаром какой джингл поставят игрокам тамбова по окончанию последней игры чемпионата вот и все ребята мы действительно немножко в недоумении потому что ты теперь получается без работы и в этом статусе а таких у нас тут еще не было желаете пробыть как можно меньше чтобы ты довольно быстро нашел себя в футболе вот и действительно разговаривал все свои амбиции все свои мысли которых у тебя достаточно они все необычные и самое главное они я уверен что развивает наш игру хочешь спартак кстати там тренера нет вот именно может спартак ассистентом в штаб виттуре ассистентом отсутствующего тренера на виттуре будет нет слушать спартак хочу кем хочу пока не знаю а просто зайти туда владеть зайти неплохо ну как говорят в клуб зайти да это про ночные говорят про технику безопасности говорят в клуб не ну все равно зайти в какой-нибудь клуб мы кстати зашел очень качественно на матч ТВ на матч премьер да прекрасная аналитика да да классно регулярно хвалите меня ну заметь видишь как много у нас экспертов прошло через эфирное время и только ты не нашел работу и только ты не нашел работу нет почему вернулся только Рашид Гамула периодически Григорян вернулся да так что Макс все перед твоими ногами а пока перед тобой футболка и нужно даже сказать что здесь футболка именная Максима 25 номер и ребят подписывайтесь ставьте лайки не ставьте дизлайки ни в коем случае даже не смотря и у вас есть шанс выиграть эту замечательную майку Макс где больше мудаков в российском или украинском футболе что ты по-другому вопрос он говорит латышеском мудаков именно да есть такая рубрика традиционная в конце мы спрашиваем главный хорошо перефразируем ну как-то один раз удачно зашло и подумали почему бы не сделать регулярно подумал я подумал я спросил понятно не хочет пусть не отвечает он даже не понял вопрос ты со многими сталкиваться они везде где больше да не больше кто всех перечислят слушай ну действительно мы на отдельные фирмы подсядем ну у тебя тройка есть? поименно? да нет конечно я не буду раскрывать людей ну они есть да но ты раскрывать их не будешь послушай и в украинском и в российском футболе в Риге есть мудаки? однозначно они везде есть их вроде бы мало но они очень хорошо так разбросаны везде на них натыкаюсь не ну тут же может я мудак хрен его знает для кого-то я мудак ну не Макс я так из относительности правильно все же двусторонняя история если для меня кто-то мудак значит и я для кого-то мудак когда-нибудь ты спросишь у одного кто мудак я думал что это мудак я думал что это мудак я зовет и тот на следующий шифер придет и будет перекрестное перекрестное опыление когда был Вадим Валентинович Евсеев я думал что он скажет ты ты ну я но ты не в футболе просто сейчас хорошо было скажи пожалуйста ты ездишь по Москве на машине с украинскими номерами были проблемы? именно из-за этого? да нет конечно а какие плюсы? штрафы не приходят? Собяни не контролирует? ну вроде бы плюсы есть но я говорю как на духу пытаюсь не нарушать я помню когда Булакин ездил на машине с немецкими номерами я говорю что очень круто потому что полицейские не останавливают по-немецки не говорят какой-то немец за рулёк что с него возьмешь? Булакин все-таки подожди а это разрешено? потому что по-моему какой-то период есть когда можно ездить а потом надо менять сейчас уже нет по пандемии ты вообще-то не понимаешь что такое пандемия если карантин закончится пандемия продолжается а то есть это будет правило там пересечения пандемия это когда вот пандемия закончена я же выезжаю и заезжаю я плачу я плачу ну как ты плачешь на вот эти на парковке да слушай убери этот вопрос сотрите его кто главный удар в этой четверки это прекрасное было завершение максим расписывайся давно не расписывайся забыл как вы натяните какого цвета маркер? сегодня сегодня ну где хочешь ты сейчас не говоришь про черный цвет маркера в отличие от прошлого просто там шарф был красно-черный ты видел? воротничок кстати тоже черный да да пусть 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 развлекаются эти хотя бы в лицо развлекаются они где-то как гнилые они в лицо фраза сама по себе тоже провокационная так ну что мы с этими подарками от Макса Калинченко делаем? а ничего в музее более чудес или как капитал шоу или как Денис сказал подписывайся, лайки и у ребят есть возможность выиграть эту розу и эту майку Макс что в ближайшее время? эфир на Матч ТВ или все-таки найдешь себе работу? нет или найдешь куда-то хочешь работать да нет я хочу чтобы если тебе нравится работать тренером иди работай иди работай я только приехал да и отдохну то же согласен Макс и Калинченко